МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Этот проект существует с 1 сентября 2017 года и набирает обороты каждый день. Диалог народных создан для того, чтобы наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Итак, наш сегодняшний гость. Призер Кавказских игр по стрельбе из лука, мастер спорта России по стрельбе из боевого оружия, специалист переговоров в особо важных условиях при захвате заложников, помощник начальника управления Росквардией по Кабардино-Палканской республике, победительница конкурса из того краса Росквардии, майор полиции Лугожева Марина Сергеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Малина, вы вели мероприятие вместе со злором «Оттайвен». Вы прыгали с парашюта с высоты 2500 метров. Вы окончили школу модельного агентства «Фэшн-07». Стреляете из боевого оружия, стреляете из лука, являетесь майором полиции Росквардией, пишете стихи, читаете их, являетесь полуреатом различных конкурсов, поете, снимаетесь в клипах, в фильмах, участвуете в спортивных состязаниях, являетесь активистом движения международного клуба «Энт Райс» и «Нережного фан-клуба» от «Вэнт Фэй», воспитываете дочь. Всего лишь один вопрос, Марина, чем вы не занимаетесь? Это метрический вопрос, друзья. Просто я перечислил, чтобы вы понимали, какой большой масштаб у вас может быть в плане вопросов. Я надеюсь, все успели послушать и услышать все, что я сейчас зачитал. Итак, мы идем, приступаем к вопросам, но в первую и главную очередь вопрос, я думаю, нам нужны от вас, от ребят, которые сюда пришли. Итак, Марина, знали, что вы пять лет танцевали ансамбль «Хатти», и я лично танцевал в этом ансамбле. Какое это было для вас время, и почему перестали этим заниматься? Микрофон, папа. Ну, для начала хочется поприветствовать еще раз всех присутствующих в этом зале и поблагодарить Капиночку за предложение. Мне на самом деле очень приятно находиться сегодня здесь. Спасибо огромное каждому, кто не пожалел своего времени и решил провести точно так же его со мной. Ну, теперь к вопросам. Почему танцы? Почему бросила? Вы знаете, скорее всего, просто не хватило времени. На самом деле, я танцевала пять лет. Это было очень хорошее, такое беззаботное, я скажу, время. Это было еще до службы в структурах, поэтому времени на свои какие-то увлечения было немного больше. Но потом, когда я уже пришла к тому, что поступила в Министерство внутренних дел, то, конечно, тут уже танцы пришлось немного отложить. У нас был очень хороший такой преподаватель, Миша Жанрина. Вы уже когда-нибудь да знаете. Миша, это уникальный человек, он профессионал своего дела, во-первых, во-вторых, интересен сам по себе. И у нас наши репетиции просто пролетали в таких, не знаю, эмоциях постоянно. Мы до сих пор все на сзади, вот прошло очень много времени, но периодически Миша нас собирает. Сейчас, к сожалению, мы в отъезде, в другом городе проживаем. Но в какие-то праздники мы всегда в группе всегда собираемся, сидим, вспоминаем еще репетиции, устраиваем джок и танцуем. Замечательно. Выберите микрофон, я думаю, я так живу, меня было слышно. Есть кто ходил в школу танцев в хате, ребята? Вот один человек ходил. И как там? Молодец. Как вы пришли к написанию стихов? Из чего это пошло? Это было совсем в длинном возрасте. Мне было лет 14, наверное. Первый стих, который я посвятила, он был для моей бабушки. Я очень сильно любила свою бабушку, и он, к сожалению, будет что-то еще было сейчас. Ну, а потом, наверное, как у каждой девочки, это первая влюбленность, первые эмоции, чувства. И уже пошли более такие душевные стихотворения. Ну, мне кажется, в каждой, в принципе, у каждой девушки есть такое вдохновение в свой определенный период жизни. А потом вы их где-то зачитывали на каких-то конкурсах? Зачитывала, зачитывала и в школе. Я участвовала в различных конкурсах чтецов. Получила лаурея там. Это был 9-й, 8-й, 10-й класс. Вот. И, в принципе, успех один век. Отлично. Вы писали стихи, ходили на национальные танцы, на бальные танцы даже. Но в итоге стали майором полиции. Почему именно полиция? Что сподвигло к этому? Было ли тяжело? Все-таки женщина пришла одна, без рекомендаций. Вот расскажите подробнее. Прекрасно утро я просыпаюсь и думаю, так, все. Приятный, защитный, защитный, цельный, филатичный. В принципе, в школе, в школьные годы я всегда была... Ух, у них такое же... Я не постепенно снять два слова пацанкой. Всегда засыпалась, да, у меня слабых, кто-то поможет себя устоять. Вот. И училась, опять, это, конечно, хорошо, но под раз я любила. Вот. Просто... Я даже не знаю, что было таким толчком для меня. В принципе, у меня, как бы, в свое время папа, он был сотрудником в то время еще РТВ. Вот. К сожалению, его сейчас в жизни нашей уже нет. Вот. И я решила для себя. Никому ничего не сказал. В физдоме у меня никто в этом не знал. Я создавала все свои документы. Я еще училась в это время. И просто пошла в первый отдел, в ближайший. Постучалась к предмету руководителя. Зашла, поздоровалась и сказала о том, что я очень хочу работать. Он, конечно, был очень удивлен. Он меня послушал, задал мне такие вопросы, как... А вы готовы будете ходить в любимкой 24 часа в сутки? Будет идти дождь, снег, будет жара. А если вам позвонят в 2-3 утра, нужно будет прийти на работу? У меня ничего не останавливало. Я ничего не пугал. Я передаю, я все согласен. Я хочу, я буду. Его это, конечно, очень сильно удивило. Потому что он говорит, ну, я здесь сижу 30 лет. И вот так пришла девочка, 21 год. Согласна, просто не спать ночами, ходить по улицам. Странно, но интересно. Он вызвал среди авокадров человека. И да, я пусть попробую заболнить анкету, а там уже будет видно. Я заполнила анкету, прошла именно где-то месяцев 5. Потому что вы сами понимаете, пройти к различной службе, проверку и так далее. Ну, я уже потеряла, наверное, на тот момент надежду. Но, ну, кто-то мне звонит, наверное, где-то что-то может не так сказать. Наверное, просто, ну, пусть позабыли, кроме меня. Но потом прекрасным утром мы позвонили, сказали, что все, завтра вы можете прийти на работу. Я была очень счастлива, потому что для меня это в тот момент не сбылась моей мечтами. Я тайком пошла, припела форму. Вечером, когда уже все и были спать, я иду на гладь. И вот утром проспаюсь, я нашла в спальню к маме. Бужу ее, стою перед ней в форме, говорю, мама, с силой мышечного дня. Горно заявляю, что твоя дочь сотрудница в милиции. Она открывает глаза и говорит, как? В смысле? Я говорю, мама, вечером, в парк, встречаюсь домой, у меня дома консилю. Браво, там, взять в боти. А что это вы вдруг не знали? Ты что, ты взрослый в сплетнике, почему ты ничего не сказала? А как, почему, и да, и где? Для всех это было, ну, как-то немного странно, потому что я действительно была всегда творчественной, больше человеком. Я отнесывала, а тот раз мы ехали в эту форму. Я говорю, ну, в первую очередь, наверное, хотел проверить себя своей силой. Я не обратилась никому. Я хотела сама просто пойти. И, ну, вот сейчас, на сегодняшний момент, я зато могу сказать, я это сделаю. Я сама это сделаю. Вот это так. Вашу страницу, я лично на Инстаграме, листал около двух часов. Не стучно. И мне ни разу не стало скучно, потому что можно прям по этапу наблюдать мероприятия, в которых вы принимали участие. И там просто мое мероприятие. Я всем советую зайти на Инстаграм к Марине. Правда, там не ваше имя, там нижний прочерк, какая-то аллея, что-то такое, да, не торопится. И вот это не может тоже не вызывать уважения, вот сколько всего вы прошли. Там все было. Все люди, кого я знаю в творческой сфере. То есть это было очень интересно. Прям, в какой-то степени я прожил с вами, так скажем, это все мероприятия. Там, я имею в виду, свадьба Ислама с Кариной. Там все можно было посмотреть. И это на самом деле интересно. И нельзя не отметить вот ваши именно фотографии, вот фотогемичность. Ну, это класс. Пойдем дальше к вопросам, я думаю, от ребят, которые у нас здесь сидят. Я думаю, многие хотят служить в полиции. Может, не хотят, но хотели бы или хотели бы их друзья. Может, по-моему, какие-то вопросы. И так вот, вот вопрос давай. Давай, давай, можешь, говори, представляй. Александр Гордиенко, КПРФ и волонтер Победы. Вот. Так, как вам пришел первый успех? Ну, наверное, первый успех – это тот, который как раз, тот, что я сейчас говорила, да? Не, это был успех. А, я буду читать. А дальше уже, наверное, если брать именно это направление, свои деятельности. Изначально я была с первым криминалистом, попала в лета, и работала два с половиной года. Направление у меня было, кажется, лоскопия. Это, в принципе, очень интересная работа. Это постоянный выезд, да. Я занималась непосредственно отмечательными пальцами. И когда ты находишь совпадение, либо являешься преступником, ну, это… по горячим пистолетам. Классно, да? Да. Интересно. Да, очень интересно. Причем, ну, насколько, я думаю, каждый из нас знает, что, в принципе, нет во всем мире одинаковых отмечатов пальцев. Поэтому найти с маленького кусочка, с маленькой камерки, заложить это все по частям, и получить ответ на вопрос очень интересный. Второй, наверное, был успех, это, как бы, может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то знает, раз очень большую историю, когда придя на службу, у нас нужно обязательно пройти первоначальное обучение. На тот момент это было полгода в школе милиции, на ИСГОЖа, то есть, они приходят, уставят на работу, и мы его отправляем на первое начало. Придя туда, у нас было узло. У нас было 64-летнего извода, 50 девушек, 10, ну, 50 парней, 10 девушек. Изначально там, как мы делали извода, буквально, мы постояли на этом посту, ну, неделю. И в одной из наших учебных дней забегает кого-то, значит, в роде Тодорова, у нашего брата. Она была такой, ну, женщина с лишним характером, с терпением. И кричит, с сегодняшнего дня командир взвода ухожего, всем понятно? Я просто вскакиваю, для умения, как что случилось? После парка мне, как точно ваше время, все, прихожу, он мне объясняет, что я должна делать, чем заниматься, как вести свой взвод. То есть, это не одной двойки в понедельнику, чтобы все было у всех отлично, чтобы все у всех было закрыто. Чтобы я не приходилось просто вставать на освещение и краснеть на нас. Это же нужно мне в 21 год, где сидят мужчины 30-35 на минуточку, да? И как я, девчонка, да кто бы там был и слушать? Ну, вот такие были первые мысли. Ну, я здесь решила поступить, наверное, не то, что по-хитрому, а по-мудрому, скажем, наверное, так. Для начала сплотить наш коллектив. Вернувшись в аудиторию, я говорю, ребята, хорошая старая сказка, добрая, давайте жить дружно. То есть, все, что будет от меня зависеть, я буду вам помогать, просить преподавателей, где-то на что-то, может быть, они будут закрывать глаза, но при этом давайте, чтобы у нас с вами была дружеская обстановка в коллективе. Каждое утро мы, значит, приходили, строились, после чего я должна была выдавать служебную записку. Вдруг, кому нет, нужно отчитываться, почему нет, где был и так далее. Одно предупреждение, второе предупреждение, третье предупреждение, человек просто отчитается. Ну, и тут утренние звонки начинались. Смотри, там у меня колесо, там сейчас вот будут, прикрою меня, там кто-то еще где-то там, опаздываю. Но на самом деле никто никогда не подводил меня. Все ко второй паре, когда приходил куратор проверять по списку, они метизировали. Сеть идей, это уже говорило о том, что у нас в коллективе есть дневное понимание. То есть, меня никто не подводит, точно так же я их не подводила. Были у нас дни по пятницам, мы, значит, убирали нашу территорию. Таким звонок, как наш, было темно. Выхожу с ними, начинаю так же нести, трав пощипать. Тут стоят, например, командиры. Смотрят на меня, так скажут, что, ну, что делать? И забудут. Ну, ты как мой командир, ты должна просто там руководиться, и далее. Ты, вот, понимаешь, что сейчас мы тут будут делать и наши, а не уже говорят. Я говорю, так, ребята, стоп. Это мой взор, это мои ребята, и я не дам, и они могут лезть сюда. Вы не считаете нужным, вы не делаете. Я считаю нужным делать с ними все, то же самое, что делают они. Я в первую очередь, как командир, должна показывать пример. Ну, это мое мнение. Правильно, но для вас неправильно. Но я буду ждать. Что вы будете говорить о вашей проблеме? Все, просто меня уважал не только мой взлом, меня уважали и все остальные. Потому что за своих ребят я была не только по-третьим. За своих ребят я просто, ну, горло. Все, это мои, и их не тронуть. Поэтому мужчины 35-30 лет никогда не были, да, к вам, теченок, что-то не слушать. Нет. Это наш момент, по-сей день вот. Многие уже руководители на каких-то постах, комментариях, звонят мне. Командир, как дела? Какой командир, астань, пожалуйста, сколько легче вашего? Нет, 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 по-любому, конечно, командир. Ну вот, прошло полгода. Мы стали, значит, самым лучшим взводом, кто нашему уважаемому тоже куратору взвода поблагодарили. Оно у нас стало лучшим куратором взвода. А на тот момент, я, конечно, не знаю, что было после, но на тот момент вообще я была единственной девушкой за всю историю. Курзно-Булгарской республики, которая была за неделом блога. На вопрос «Почему?» мне ответили только уже после окончания, когда у нас был выпускной, мы принимали присяду. И думаю, мне интересно, почему это? Мы понаблюдали. Ты самая шустрая, самая активная, дерзкая. Ну вот, наверное, поэтому. То есть, вот тут моя активность, наверное, меня немного и привела к этому. Я думаю, можно. Ну, эта ситуация говорит именно о вашем, как правильно сказать, я же не знал, характере, о вашем вообще отношении к людям и отношению к самой себе. Ну, на мой взгляд, это очень достойное уважение. И соблюдать и заставить взвод весь, соблюдать субординацию, это не просто, тем более, у девушки молодых. А вам вот это удалось. Я думаю, это очень круто. Я не знал, что сказать. Это на самом деле очень круто. Вы рассказываете об этом как обычной ситуации, но я думаю, на самом деле, это было уроком даже для тех же командиров, которые там были. Для остальных. Я здесь. Давайте еще к вопросам, ребята. Перейдем к кому какие вопросы. Можно? Можно только представляемся и задумываем. Что же вы, Слава, председательство Совета Института Искусств. Сейчас, наверное, все понимают, что сталкиваются с такой проблемой, что современная молодежь зачастую является оппозиционером власти. И часто путают патриотизм с, так сказать, любого власти. Как бы вы объяснили молодежи, что такое событие, что это делать для нас и для нас власти? Спасибо. Спасибо за вопрос. Молодежь. Я всегда призываю патриотизму. Ну, на сегодняшний день мы проводим очень много мероприятий, приглашаем ребят на себе на территорию, рассказываем ребятам про своих героев, которые даже, скажем так, наверное, и были еще совсем верны. И, ну, в последние годы, в последние годы. Ну да. Ну да. Ну да. Никто, как бы, своими глазами Слава Богу не видел и не увидит тех самых событий нашей республики. Я надеюсь, что не повторится это никогда. На примерах наших ребят. На историях. И вы знаете, вот, все слушают, всем интересно делают какие-то выводы. Кто, если не мы, это будет отвечать? Кто, если не мы, о чем я сейчас как раз рассказывала взвод? Почему я сплочала это? Потому что, когда ты как единый кулак, в этом все сила. Если мы вместе, то у нас все получится. Если мы будем каждый сам по себе, то ничего не выйдет. И молодежь, вот, зачастую сейчас смотришь, да, развивается на какие-то кланы, там, по интересам, да. Но я думаю, что если будет какая-то более серьезная, все-таки, да, там, ситуация, как же, не дай Бог. Но у нас очень дружная республика. У нас, я думаю, все, да, вот, примут единое решение какое-то и будут вместе. К этому мы всегда призываем. С ребятами в этом направлении тоже работаем. Я думаю, так должно быть. Один за все, все за одного. Ну, это что касаемо патриотизма, а насчет оппозиционерства, политики, да? Политики, ну, вы знаете. Веденная Россия. Так, я все-таки, я предоставительник, скажем так, органов. Наверное, все-таки, я не буду обсуждать политические какие-то моменты. Вы мне тоже правильно предъявите. Ну, нет, я, правда, говорил, я не прошу, но сейчас здесь, конечно, тем более, министерство оппозиционера. Я просто спрашиваю, как принести для молодежи, что оппозиционерство и патриотизм не связаны с людьми. Вот сейчас проблема в том, что они считают себя оппозиционерами, но они не понимают, что патриотизм имеет свой теме, а оппозиционерство – свой теме. Вот как объяснить, что они не взаимосвязаны, что они могут быть оппозиционерами, но быть патриотами? Ну, вот, с вами работают в этом направлении? С вами работают в этом направлении? Направление патриотизма? Или как? И того, и того. Вам объясняют, что это такое? Ну, я вот сейчас вечно доклад готовлю, поэтому мне интересно услышать вашу ничь. Я не знаю, что такое патриотизм, что такое оппозиционер, если ты понимаешь, что это. Ну, я понимаю, что это не патриотизм. Как вы понимаете? Ну, я... Вот, и допустим, если придется объяснить мне, вот, я не знаю, что это был патриотизм. Вашими словами объясните, пожалуйста, мне, что это был патриотизм. Мне кажется, тут там написано, что этот человек уже патриот. Быть патриотом своей Родины, защищать свою Родину. Правильно? Ну, скажем так. Не были бы патриотами те ритли, которые прошли Великой Отечественную войну? Они же пришли за свою Родину. Правильно? Патриоты своей стороны были? Любовь к родине. Любовь к родине. Боже, это я не видел. Что сейчас молодежь это путает. Поэтому, когда проводишь опрос, являешься ли они патриотами, где в аудитории присутствует 40 человек, где руку поднимают 5, это какие-то просто плачетные ситуации. Я хочу слышать, как им донести, что любовь к власти и патриотизм не связаны между собой? Больше проводите нашу работу в патриотическом управлении. Поэтому мы и существуем. Вот с Кариной мы с недавних пор уже начали вплотную работать в этом направлении. И всегда мы рады, как говорится, принять всех на нашей территории, рассказать, показать, чтобы этот человек не просто словами вынесли, а чтобы мы держим там примеры. Это было всё во очередь, начиная с территории, рассказать о наших героях, выездок, которые мы можем организовать вместе, пройти какой-то путь вместе, это может быть какой-то полевой выход, к примеру. Дать возможность себя почувствовать именно в нашей форме, скажем так, просто. И когда создаётся вот команда, ты смотришь, да, наблюдаешь себя ребятам, которые надо было изначально, и они вот как бы сам по себе, то в конце уже дня ты наблюдаешь другую картину. Потому что мы им даём проходить какие-то этапы, где нужно вместе работать, где один клиент не справишься с этим. Всё. Ты смотришь, это совершенно другие люди, не те, которые зашли. Мы их сплочаем своими какими-то уроками, своими какими-то, ну скажем так, закидываем их в какую-то жизненную ситуацию, где нужно быть двести. Это очень интересно, и поэтому, когда у нас будут дни открытых дверей, и, Кариночка, я приглашаю всех желающих с нами провести это время, и ребят поймут, я думаю, так проще отнесли просто домой от этого. Ну, весьма понятно, да, идём тогда дальше. Следующий вопрос у нас... Если позволите, можно, главное вопрос... Несколько слов по поводу его вопроса. А, добавим? Да. Ну, давайте... И вот в моём представлении, патриотизм – это любовь к отчизне. Ну, что такое любовь к родине, любовь к отчизне? Это любовь к своему народу, к своим соседям, к своей учительнице, к... Ну, вот, к всем людям, которые проживают в этой стране. Любовь к её истории, к её культуре – это патриотизм. А оппозиционирование и оппозиционность – это согласие с курсом правительства, или несогласие с курсом правительства. Это вполне нормальное явление, когда часть людей – за, часть людей – против. А по поводу работы с молодёжью в области оппозиционности, вот, я могу сказать то, что у любого правительства есть свои какие-то правильные моменты, есть какие-то неправильные моменты. И молодёжь, она совершает ошибку, и, да, категорично там, мы против всего. Что-то хорошее делается, что-то плохое – вот с этим я согласен, с этим нет. И когда молодой человек категорически против – это какие-то психологические моменты у него уже... Не в том, чтобы согласен, не согласен, здесь уже какая-то реакция, какой-то протест не связанный с этим. Ну, протест, понимаете, у любого руководителя, у любого президента, у любого... Во-первых, власть меняется. Если в стране всё хорошо – я патриот, если в стране всё плохо – я не патриот. Такое, ну, не бывает. Ты патриот всегда, независимо от положения. Власть меняется раз, во-вторых, что-то хорошее, что-то плохое есть, и категорично, когда полностью перечеркивать нельзя. Ну, как бы это нелогично. И молодёжь должна анализировать – что-то правильно, что-то неправильно – это конструктивный подход к делу. Я думаю, вам можно будет поговорить об этом вопросе, или оба вашего вопроса. Если возможно. Вот у меня очень специалист в области особо важных переговоров. Вот вы, как бы, очень активно, трудя по всему интрусивно. А человек, который проводит переговоры, он должен быть спокойным, как утап, и ещё манипулировать эмоциями. И вообще, я хочу спросить, вот, предположим, я иду по улице, и смотрю, на девятом этаже стоит мужчина и хочет покончить с собой. Как мне его отговорить? Спасибо за вопрос. Для начала, когда я разговариваю вас с человеком, соответственно, нужно его, прежде всего, расположить себе. Правильно, да? То есть, как вы говорите, расслабить все эмоции, быть абсолютно спокойным, представиться, начать с ним разговаривать. Нужно из разговора с человеком уже понять, где, ну, скажем так, ещё слабое место, да? И пытаться уже на эту слабость постепенно, ну, к примеру, все мы любим свою семью, да? Вот, задумайся о своей семье, а как она любит без тебя, ведь они тебя так любят. И это постепенно, постепенно человека поводить с этого состояния и прийти к тому, чтобы человек сам, да, действительно, что видел, зачем, а как это будет всё безумно. Ну, эмоции, да, действительно. Я говорю, во мне просто как будто живёт два человека. Один спокойный, а один, вот, слишком, наверное, шустрый. И как-то вот совмещали же. Перепорвали. Сама его умница, да? Да, поэтому здесь, ну, разные бывают ситуации, скажем так, не буду углубляться. Сама его. Первый успех расположен в себе. Всё. Попытаться за то время, пока ты с ним ведёшь диалог, оттягиваешь, в это время у тебя уже есть люди, которые придут к тебе на помощь. Ну, это что касается, вы думаете, да, такого направления? Первая задача – время. Оттянуть время. Да, расположить в себе. А дальше уже иставлять ситуацию. Что ты будешь получать во время? Может быть, какие-то требования будут поступать. Нужно свести к минимальным исчеркам, к потерям. Ну, там долгий разговор на пути. Там всё зависит от ситуации, да, там всё конкретно получается. Идём дальше. Какая ситуация у нас в мальчике, когда ты будешь смотреть и действовать? Ну, к счастью, у нас нет такой огромной практики, как вот если бы сейчас все, да, люди современные, которые смотрят в Инстаграме разные новости, и так, конечно, взять Россию, там всё очень сложно. Вообще, пару дней смотришь и думаешь, что движет этим человеком. Вот что там такого происходит? У меня был случай, я общалась с девочкой, ей было на тот момент 15 лет. Ну, и говорили себе, какая ситуация была. Я задаю рентгарные вопросы. Ну, вот тебе 15 лет. У тебя, наверное, есть какие-то свои интересы. У тебя есть подруги. Почему ты сейчас хочешь сделать вот это? Она вроде улыбается, всё, рассказывает, думает. В моменте она начинает плакать. Хотя, ну, как бы, в данный момент нет, да, мы в 13-й в такой ситуации, что будет расплакаться. Начинает плакать, рассказывает дальше, дальше, опять начинает улыбаться. Ну, ты понимаешь, что у этого человека где-то, возможно, может быть, действует какая-то другая, что человек там, где-то у него внутри сидит что-то. Это тот очаг, который вот толкнул её на определенные какие-то моменты жизненные. Что она сейчас сидит здесь со мной. И немного вот это поведение, конечно, всё идёт. Я думаю, что с детства какие-то где-то, возможно, обиды, возможно, унижения даже где-то, да, какое-то было, или ещё что-то. Психика нарушается, и, соответственно, уже человек вот много теряет контроль, скажем так. Ну, к счастью, всё обошлось. Девочка с ней всё хорошо. И перед этой девочкой уже... У меня пришлось, наверное, назад это было. У неё уже в своей семье. Всё, всё прекрасно. Значит, вы всё правильно сделали, раз всё закончилось. Так, подожди. Здесь просто был вопрос от девушки. Марышева Алинова. Терпобед. Чему вас научил ваш лично горький опыт, и был ли он у вас? Личный горький опыт в чём? В чём? В чём в работе. В работе? Горький опыт в работе. Ну, это, наверное, не опыт, скорее всего, а ситуация в жизни, я верю. Самое грустное – это когда теряешь своих товарищей. К сожалению, за всё время своей службы для меня были очень близкими людьми. Восемь человек, которых уже давно нет. И каждый раз, когда ты осознаёшься, ну, как, ну, почему ты, почему с тобой. Не сейчас, не сегодня, только не ты. Ребят, цените каждую минуту своей жизни. Радуйтесь каждой минуте. Воглащайте свои мечты. Реализовывайте свои планы. Потому что, на самом деле, не знаешь, когда придёт тот самый конец. Вот. Поэтому, ну, не хочется об этом. Грустно, конечно, да, но потеря близкого человека, наверное, страшнее этого. Ну, это ничего. Что для вас было сложным в работе? В работе? Вы знаете, после «Эксперта-криминалиста» я упала в отряг. Шла на первый день с мыслью, как меня вообще воскринут. Воскринут вообще нальти в тот, где до сегодняшнего дня не было девушки. Наверное, это самое было страшное. Потому что, ну, опять-таки, двадцать четыре уже года. Но как будут смотреть на то... Ну, бывают же, наверное, фильмы такие, да? Вот как раз там... О, а ты в чём? Это правда. Ну, вот. Будут ли они, как-то, подкололы будут, да? Или прикололы... Нет. Мне очень-очень сильно повезло в этой жизни. Придя в отряд... Командир отряда... Собрал всех благ в этом зале. И сказал... С сегодняшнего дня у вас сестра, у меня дочь. И... Чтоб вы были для неё опорой. А чтобы она была, как за каменной стеной. Всё. С тех пор... Прошло... Много лет. По сей день я вообще не жалею, что приняла это решение. И не привелась к своим ребятам в отряд. Ну, после чего уже, наверное, вот как раз с этой стрейбой пошла. Вот эти навыки. И благодаря чему я пришла уже к спорту именно в этом направлении. К чему я бы хотел и перейти. Вот вопрос. Как вы стали призёром соревнований по стрельбе из огнестрельного оружия? Почему же не участвовали? Как это получилось? В команде всегда ушла была девушка. Но без девушки я до меня узнала. Она хочется не терять. Вот. И на тот момент... В апрете искали девушку. И не было участия. И как раз тот самый взвод. В котором учился у меня один слушатель. Он говорит, слушатель, у нас сколько в 9 года была девчонка. А она там позитив. Лучше всех стреляет. Потому что позовем ее. Мне набирают, говорят, Марина. Давай я вот с нами там выступишь. Ну, почему не так? Когда да, давайте. Все. Я, ну, буквально, наверное, тренировок 10. Да. Занималась с ними. Все. Я люблю поставить их правильно в трубку. Потому что там, ну, такие специфические упражнения. Я тогда, на тот момент, заняла второе место в республике. Наша команда заняла первое место. И поступило предложение, как вот это есть. Вот. Я не раздумывала вообще ни минуты. И я сразу сказала, да. Я хочу работать с вами. Я хочу работать здесь. И все. Ну, а потом уже это была моя обязанность. Защищать честь. Сперва своего отряда. Потом уже республики. Потом Северного Кавказа. И таким образом, благодаря упорным тренировкам, если республиканский этап проходил, проходил уже на Северокавказске. Ну, и, естественно, дальше уже на Чемпионате Оси. Там стоят собой люди, которые просто годами уже тренировались, выступали. И ты думаешь, боже мой, я попал. Что происходит? Они тут все такие специфенты. Но опыт у кого-то начинает что-то спрашиваться. А как правильно? А как вот может быть здесь? Потому что там столько заниматься. Начиная от дыхания. Правильные выдержки. Правильного спуска. Ну, то есть, там нужно полностью собраться, да. И уже в моменте, как говорится, свое, ну, свое все вот внутри, отбросить, отставить и чисто бешей, мушка, бешей, мушка, работай. Никого нет, ты в колпаке. Все, никого, ты одна, бешей, мушка. Тренировки, тренировки, и уже потом опыт. Окей, а каким образом вы стали призером кавказских игр по стрельбе из лука? На тот момент, в жизни субботы, не было, значит, у нас федерации стрельбы из лука. Есть такой прекрасный человек, Александр Павлович Павлович Павлович. Спасибо. Спасибо.